О самом ключевом событии. Тарас сегодня стал главным городом на карте Казахстана. Именно здесь проходит основная часть празднования 550-летия Казахского ханства. Город посвежел и преобразился. В нем появился масштабный монумент, который хорошо видно практически из любой точки административного центра Жамбулской области. По словам Нурсултана Назарбаева, историческая дата объединила всю страну. Моя коллега Гульнара Жандагулова сегодня была в числе гостей Древнего Тараса и готова рассказать о самых значимых моментах празднования главной даты страны. С трапа самолета президент отправляется на открытие монумента 550-летия Казахского ханства. Жители Тараса и гости из 17 стран собираются на площади, чтобы посмотреть на торжественную церемонию. Масштабный монумент ханам Женебеку и Кирею виден издалека. Комплекс расположен прямо у южных ворот при въезде в Тарас. Городские власти уверены, что территория вокруг монумента станет излюбленным местом прогулок. Мы отмечаем торжественно всего на 550-летие образования казахского ханства. И тем самым мы говорим о том, что история казахов и нашей земли имеет глубокие корни, как и другие народы. Вместе с этим это отмечают все, кто живет в нашей стране. Наши граждане любых этнических принадлежностей, с которыми мы стали единым народом, братьями и понимаем друг друга. Сегодня понятие Менгаликель – вечная страна. И Великая степь Улудала – это все является синонимом нашего развития, нашей устойчивости, нашего государства. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 550-летие казахского ханства – общенародный праздник. Именно здесь, в Таразе, по мнению историков, была заложена основа казахского ханства. В его владения входили земли между реками Шу и Талас в юго-западном Семеречье. Это был район размещения тех казахов, которые были подданными султанов Женебека и Кирея. Уже позднее, к концу 15 века, первоначальные границы государства расширятся. Сегодня дань памяти основателям казахского ханства увековечили на столетие. Сам президент даже признался в любви к Таразу, который считается еще и самым зеленым городом страны. Древний Тараз, Жамбульская область для меня всегда была самым любимым регионом. Город, расположенный на юге, действительно имеет древнюю историю. Углубляясь в историю, нельзя не упомянуть Тараз. Я знаю, что сейчас в центре открывается большой музей, проводятся раскопки. Нам предстоит узнать еще очень много нового. Жамбульская область за долгое время вобрала в себя не только богатую историю, но и стала родиной, представителем всех этносов, проживающих в Казахстане. Любой праздник нами используется для того, чтобы сделать больше для людей, для народа. Вы видите, что творится в мире. Экономический, политический кризис, льется кровь, идет война между религиями, между национальностями, между странами. Развивается терроризм. А у нас в Казахстане все живут дружно, понимают друг друга, уважают друг друга, любят друг друга. На основе нашей Конституции объединяются в рамках Ассамблеи народа Казахстана, которая отмечает сегодня свое 20-летие. На торжественном открытии монумента основателям казахского ханства присутствуют видные общественные деятели, историки, этнографы и писатели. Мы преклонили свои головы перед памятником нашим предкам, выразили им свою благодарность, вспомнили свою историю. Слава Всевышнему! Через 550 лет мы все видим и знаем. Все это благодаря мудрой политике нашего президента. Наши внуки, наши правнуки, они счастливые, им повезло, потому что они будут знать всю нашу казахскую историю. Праздник 550 лет казахского ханства для всех казахстанцев имеет большое развивающее воспитательное значение. То есть, то это не просто гадастархан, не просто юрты, подарки, чапаны. То есть, я бы сказал, что особенно для молодежи он имеет большое развивающее и воспитывающее значение. Один китайский философ как-то сказал, что если молодые люди сегодня не будут знать свою историю, они, наверное, до конца не поймут смысл происходящего сегодня, и в какой-то степени они, наверное, лишены будущего. Открытие монумента ханам, основателям казахской государственности, не единственный пункт в повестке визита президента. Другое событие, на котором ждут главу государства, археологический парк и музей Куне-Тарас. Доказательство истории. Вещественные доказательства истории – это очень важно. И мы никогда этим не занимались, что на этой земле не только намады жили, а были люди, которые жили постоянно, строили города, караваны сарая были, через это, может быть, мы еще что-то найдем. Конечно, конечно, мы стараемся доказать. Археологи намерены преобразовать территорию памятника «Древний Тарас» в историко-культурный археологический парк Куне-Тарас. Затем идет самое главное здесь. Задача перед нами – это сохранить. Как это сохранить наше наследие, артефакты, которые доказывают о нашей истории культуры, это очень важный момент. Также сегодня президент посетил международный аэропорт Аулия-Та. Воздушную гавань оборудовали по последнему слову техники. Из Тараса будут совершаться регулярные полеты в Стамбул, Урумчи, Дубаи. Помимо этого, на базе аэропорта планируется строительство логистического центра. Бульнара Жандагулова и Делер Микбаев, Дулат Янтибеков при поддержке телерадиокомплекса президента Тараса.